Нуклеиновые кислоты. Очень большие молекулы. Ну это классические макромолекулы, супердеганты. Они, конечно, полимеры. И начнем мы с известнейшей и важнейшей нуклеиновой кислоты, которая называется дезооксия-рибонуклеиновая кислота, или сокращенно ДНК. Это биохимия, название говорящая. После того, как разберем эту структуру, увидите, откуда берется такое название. ДНК. Кислота. Значит, имеет кислотное свойство. Кислота. Именно так. Это соединение имеет кислотное свойство, а значит... Выделять ее на водород. Да. Значит, может освобождать в расходе он удастся. Почему эта кислота называется дезооксия-рибонуклеиновая? Сейчас как раз будет видно. ДНК. Блин. Мономеры всех нуклеиновых кислот называются нуклеотиды. Итак, мономером ДНК являются нуклеотиды. Кто может перевести на русский слово «нуклеус»? «Нуклеус». Все очень просто. Наука традиционно использует два древних языка. Латынь и древний греческий. Отлично. Так вот, это по латыни будет звучать как нуклеус, а по-гречески – корион. Ядро. Так, нуклеиновые кислоты, нуклеотиды – это вещества, которые в каких частях клетки будут содержаться? В ядрах. Итак, строение одиночного нуклеотида. Как вы видите сейчас, даже одиночный мономер – это вполне серьезный размер маленького. А в ДНК их 100-500 обидены друг с другом. Судный форум на ДНК мы, конечно, только не напишем. Напишем. В тубный форум. Какие проблемы? Чтобы вы у меня не сразу сошли с ума, мы не всю сразу, даже для одного нуклеотида, будем, а будем патильское. Наша задача какая? Не просто тупо вызубить, а разобраться и понять. Во-первых, в состав нуклеиновой кислоты, любой, входят обязательно пятиуглеродный сахар. В ДНК входят пятиуглеродный сахар с таким длинным названием ДЭСОКСИРИБОЗА. Понятно, что в ядре любой клетки вещества находятся в водном располе. В какую форму перейдут сахара, попав в рост вор? Молекулы их останутся линейные или изменятся? Они станут вот такими, загнутыми. Загнутыми. В трубку, в кольцо. В кольцо, в кольцо. Такая форма, это называется циклическая форма. Замкнулись в цикл. Пятиуглеродный сахар как замыкается в цикл? Вот так. Это вершины цикла числа рога. А дальше, дальше вот оно, кольцо из углеводов. При этом, внимание, через некоторое время вы поймете, насколько важно уметь определять номер углерода. Вот в таких соединениях всегда как ведется счет углерода. От кислорода, от часовых трех. Вот это углерод, какой он у нас. Один. Дальше. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Теперь, что можно сказать об особенности связи между четвертым и пятым углеродом? Вот это очень важно. Вот дело в том, что вот это кольцо лежит в одной влоскости. Вот. Вот так он лежит у меня на лапоте. Опять пислорода. Опять пислорода. Опять-то и вот так. Под прямым углом влоскости кольца. Да. Идея понятна? То есть на самом деле пятый углерод он вот сюда. Классно вообще. Хорошо. Ну и теперь углеродом, каждому из углеродов, что присоединено? УАЖ группы. УАЖ группы и? Это садка. И просто УАЖ. И просто вот так. Совершенно верно. Вот так. Вот так. Вот так. А вот сюда что? Просто водород. Это последняя моментность. У углерода больше нет. Да? Ну и здесь тоже есть своя УАЖ. И на душе водорода. Так вот. Такой сахар называется РИ-болзан. А теперь какой химический элемент называется ОКСИДЖЕН? ОКСИДЖЕН. Кислород. Первая буква слова? О. Кстати, а водород как называется? О. СИДРОГЕНИУМ. Первая буква? О. 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 Это опять. О. ОКОНИРУЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ. ЗНАЧКИ ХИМИЧЕСКИХ КЛИЗМЕНТОВ. Это первая буква с названием. А теперь, как из простой РИ-болзан, получить сахар с названием ДЕС-ОКСИ-РИ-болзан. Приставка ДЕС-У или ДЕ. Что означает? ДЕМЕРИТАРИЗАЦИЯ. ДЕЗИНФЕКЦИИ. Удаление. Удаляем инфекцию. ДЕС-ОКСИ-РИ-болзан. ДЕС-ОКСИ-РИ-болзан. Именно так. Чтобы из рикозы получить ДЕС-ОКСИ-РИ-болзан, надо вытянуть один из кислородов. Добычно выкидываются вот этот. И вот этот водород просто на прямой связи к углеродам. И тебе это понятно? То есть в ДЕС-ОКСИ-РИ-болзан на один кислород меньше. Все, никаких других отличий нет. Почему? А может он, в вершине, который? Вот этот? Нет, нельзя. Кольцо разводится. Кольцо разводится. Вот в этом и есть отличие структурных формул. Если бы я просто написал количество атомов, ну, написал бы я С5H10O5, да? Было бы понятно, как эти атомы собраны или нет? Нет, было бы ничего не понятно. А структурная формуля, вот она, композиция, вот она, конструкция молитвы. Хорошо. Берем такой шаг. Я здесь просто поставлю номера. Вот так вот номера. Ну, чтобы не писать все значки. Поймете, что имеется в виду? Да. Ага, понятно. А теперь смотрим. А у пятого углерода своя УАЖ-группа есть? Есть. Есть. Хорошо. Так вот, к ДСОК сереброзы подходит соединение, которое вы знаете. Что за соединение? Кослая кислота. Ага, кослая кислота. Ну и что произойдет? У пятого углерода в этом месте есть своя УАЖ-группа. Знакомое взаимодействие. Знаете, у репозы, вот она, у АЖ-группы есть, да? И у кослой кислоты есть у АЖ-группы. А, выделение воды. Конечно. Опа. Какая молекула образуется? Аж два. Аж два, ушла. Осталось разорванное электронное облако на кислороде? Ну да. С одним электронным? Осталось. Осталось разорванное электронное облако у АЖ-группы? Да. Осталось. Что сделают эти неспайные электроны? Сразу соединяются. Здесь у нас нет АЖ-группы? Нет, нет. Вы с ним забываете одну простую штуку. Доска у вас плоская. А молекула на самом деле плоская или объемная? Молекула на самом деле плоская или объемная? Помните, что взять углеродную сюда торчет? На самом деле вот это взаимодействие происходит вот здесь. В другой коске, чем в коске молекулы. Это понятно? Хорошо. Хорошо, это фосфорная кислота перешилась к сахару. Отлично. А теперь, а у первого углерода своя АЖ-группы есть. И является достаточно крупная циклическая наливка, которая будет называться АЗОКИСТОЕ ОСНОВАНИЯ. Почему? Потому что эти вещества, с одной стороны, содержат АЗОК, а по химическим свойствам они основаны. И структурная формула, я вас научить не буду. Кому интересно, я потом распечатываю. АЗОКИСТОЕ ОСНОВАНИЯ. А в значительную, как вы не помните, у меня знак АЗОКИСТОЕ ОСНОВАНИЯ. Ну, допустим, вот такое знак Теугольника, а за это основание, для нас что существенно? Существенно, что из него торчит АЖ-групп. АЗОКИСТОЕ ОСНОВАНИЯ. Теперь смотрим. А у первого углерода своего АЖ-группы есть? У вас. Есть. Что сделает фермент в этом месте? Воду вводит. Воду вводит, разумеется. Вот оно объединение. В результате к первому углероду подсоединилась АЗОКИСТОЕ ОСНОВАНИЯ. Вот теперь мы получили мономер, который будет называться нуклеотидом. Итак, нуклеотидом называют все всего вот это вместе. Состав нуклеотидом. Остадок косморной кислоты. Остадок пятиуглеродного сахара. И остаток азотистого основания. Азотистого основания всегда одно? Нет. Нет, не всегда. Очень хороший вопрос, потому что об этом именно дальше пойдет. Итак. Состав нуклеотида. Нуклеотид, каждый нуклеотид. Состоит из остатка фосфорной кислоты. Ребятки, лучше записать, если не надеетесь на голову. Каждый нуклеотид состоит из остатка фосфорной кислоты, остатка пятиуглеродного сахара и остатка азотистого основания. Как кислота, забыла? Фосфорная. Фосфорная. Итак. Каждый нуклеотид состоит из... Каждый нуклеотид состоит из... Желтым сейчас на доске. Что выделено? Что сейчас на доске желтого цвета? Остаток фосфорной кислоты. Остаток фосфорной кислоты. Что на доске сейчас будет синего цвета? Остаток сахара. Остаток... Сколько углеродного сахара? Пять. Пятиуглеродного сахара. Ребоза. Нет. В данном случае не ребоза, а какой? Синяя сахара, да? Синяя. Это остаток какого сахара? Дезоксиребоза. Дезоксиребоза. Мы с вами ДНК осмотрим. А в РНК просто ребоза. А в РНК просто ребоза. Просто вот это сахара. Пишет. Каждый нуклеотид состоит из остатков фосфорной кислоты. Остатка пятиуглеродного сахара. И остатка азотистого основания. А теперь дополним эту цветную запись еще одной маленькой деталькой. Смотрите, вот третьего углерода. Вот здесь у вас группа есть? Красиво. Давайте ее сюда выпишем. Ясно, что она и здесь есть у вас группа. Но там можно и выписывать. А теперь давайте посмотрим. А что произойдет, если два такие монстрика встретятся в пространстве? Ну и как вводится, развернуться нужным образом друг к другу. Вот сейчас я подвожу второй нуклеотид под первый. Это хорошо снижен. Еще один нуклеотид подошел. Что произойдет? Две у вас группы взаимодействуют. Это какие у вас группы? Нажорите. У вас группа социальной теплоты и третьего углерода сахара. Смотрите, здесь у каждого у вас группы есть свой адрес. Вот эта у вас группа была у какого углерода? Пятый. Пятый. Вот эта у вас группа. Третий. Третий. Вот эта у вас группа. Пятый. Первый. Вот здесь надо уметь ориентироваться, привыкать ориентироваться. Разошло объединение. Вода выделилась. И нуклеотиды оказались связаны друг с другом в ручной коварентной связи. Так? А третье можно добавить нуклеотиды? Да. Сверху можно добавить? Да. Да, никаких проблем. Или у вас обмножить. Никаких проблем. Снизу можно добавить? Да. Да. Какую длину можно составить ленту из нуклеотидов? Сторонечную. Любой. Любой. Вот такая полимерная лента и будет называться ДНК. Дезокси-ривонуклеиновая кислота. А что это доберется? Подождите. Подождите. Все получили. Так. Только с вами запишем, как образуется связь, связывающая мономеры ДНК. При образовании ДНК замыкается связь, замыкается ковалентная связь. А ковалентная связь это прочная или не прочная? Да. Прочная. Замыкается ковалентная связь между кислородом, между О и СОА-группой третьего углерода. СОА-группой третьего углерода. СОА-группой третьего углерода сахара, одного нуклеотина. СОА-группой третьего углерода сахара. На кого его связь будет переброшена? Второй участник общего электронного облака. СОА-группой третьего углерода сахара и фосфором другого нуклеотина. Ну а теперь, после того, как я вас напугал до полусмерти вот таким безобразием, покажу коротенькую мирную форму записи. Вот здесь мы все со связью сделали. Как то же самое можно изобретать. Вот это что? Фосфорная гисло. А что б не целых остаток фосфорной кислоты? Вот это. Остаток гнижок серебоза. Да. А это уже сейчас надо. Дальше. А дальше вот так. Ну и так далее. Я пока не надоест и вставай значки. Вот это значковое изображение ДНК. А теперь давайте я эту ленту поделю на две неравные части. Вот таким желтым пункером. Сколько бы мы эту ленту не дыли, неважно, сколько сотен тысяч, миллионов и так далее, мономер показывает связь. С левой стороны от желтого пунктира что-нибудь изменится? Нет. Абсолютно все одинаковое. Вот эта левая часть ДНК будет называться фосфоросахарный скелет молекулы. Она скучная, прочная и совершенно одинаковая. А фосфорный лошадь может соединиться с лошадь второй? Подойдите к доске, откажется. Фосфорный. А противного? Может вот этот лошадь посоединиться не сюда, а вот сюда? Здесь у нас есть общая лекулка, здесь нет лошадь. Значит, стоп, 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 стоп. Мы даем вспоминать. В биохимии все реакции рассчитаны на то, чтобы проходить с высокой скоростью сами по себе или только с участием фермента? Для каждой реакции свой фермент. Разумеется, такая сборка тоже с участием фермента. Помните, мы изображали систему работы синтезирующего фермента? Он притягивает строго в определенное положение одного участника и второго, тоже строго определенного. Скажите, если фермент может замкнуть связь с этой стороны, то может ли он замкнуть связь с другой стороны? Нет. Нет, конечно. Конечно нет. Да? Фермент, который производит сбор ДНК, работает только вот на этом участке. Да. Да? Значит, такие связи могут иметь? Да, могут. Просто процентное отношение с замканием вот таких связей, вот такие. Один к двум и всего. Понимаете? Да. Вот это все выглядит случайно. Это вполне вполне. Наверное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...